Контролировать вес, не считая калорий. Многие из нас обеспечены спонтанно и совсем не хотят считать калорий, чтобы контролировать свой вес. Для таких творческих натур подойдет метод, разработанный в Канаде. Измерять порции придется в ладошках и кулаках. Есть 4 группы продуктов. Белки, мясо и рыба, овощи, углеводы, макароны, картофель и жиры. Их объем в каждой порции измеряется с помощью беглого взгляда на раскрытую ладонь, горсть, кулак и даже большой палец. Так легче и быстрее контролировать количество съеденного. Ведь ладошки у всех разные, а значит, обладатели больших рук могут позволить себе порции побольше. Схема с такой ладонью чем-то напоминает красный предупреждающий знак стоп, обжорство. С другой стороны, если однажды вы сделаете такую картину из ваших ладошек и прикрепите ее где-нибудь на кухне, у вас будет наглядная схема. Кому сколько положить овсянки, а у детей прямое доказательство, почему им не нужно доедать всю тарелку до конца. Белки. Основной источник белка мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фасоль и прочие бобовые. Размер порции белковых продуктов ваша ладонь от основания пальцев до запястья. Обратите внимание, кусок мяса или рыбы должен быть не только не больше ее, но и не толще. Это гораздо меньше стейков и отбивных, которые подают в ресторане. Яйцо, если представить его в виде глазуни, также в этой схеме соответствует одной ладошке. И этот продукт нужно употреблять не больше одного в день. Порция белковых продуктов для женщины – ладонь. Для мужчины – две ладони в каждый прием пищи. Большое количество белка лучше не употреблять. Диетологи не рекомендуют повестки причине, чтобы не перегрузить наши почки. Следующий способ измерения – кулак. Именно такое количество творога можно съесть в течение дня. Это правило касается как мужчин, так и женщин. И хотя творог – очень полезный продукт, его количество также нужно строго контролировать. Не все из нас помнят, что даже самая здоровая и полезная пища тоже имеет ограничения по количеству, после которых она превратится в менее полезную. А ведь на самом деле эти ограничения есть у каждого продукта, даже у родниковой воды. Если пить ее в количестве не трех, а скажем шести литров в день, порция овощей также измеряется в кулачках. Ее объем составляет для женщин один кулак, для мужчин два кулака в каждый прием пищи. В день для женщин можно позволить на четыре кулака, а мужчинам на шесть. Исключение можно сделать для воздушных листовых салатов. Углеводы. Здесь речь пойдет о зерновых продуктах – крупы, мюсли, а также фруктах и ягодах. Эквивалент порции для них – горсть, то есть ладонь сложенная лодочкой. Порции зерновых для женщины – одна горсть, для мужчины – две пригоршни в сутки. Углеводы усваиваются организмом не быстро. Не стоит употреблять их в больших количествах. Со сладостью нутрициологи предлагают поступать так. Если вам захотелось съесть пирожные или мороженое, которые примерно составляют одну горсть, это будет считаться одной порцией углеводов. Она заменит соответственно порцию каши, мюсли и так далее. Количество съеденного хлеба легче измерить с помощью ладони. По этой системе мужчинам можно съесть один ломтик величиной с ладонь, а женщинам – с полладони в день. При этом цельнозерновой хлеб не под запретом. Как быть с сухофруктами, которые рекомендуется использовать для перекуса в течение дня? Порция сухофруктов в день – это та верхняя часть вашей ладони, где расположены холмы у основания пальцев. Казалось бы, такая полезная еда, как сушеные яблоки и курага, не способна вообще принести какой-то вред. Она и не принесет вреда, но если ею чрезмерно увлечься, можно прибавить в весе. Жиры. Источник жира – растительное или сливочное масло, а также любые орехи и семечки. Эквивалент порции – большой палец. Например, верхняя фаланга большого пальца – это то количество масла, орехов или черного шоколада, которое может употребить и мужчина, и женщина за день. По этой системе в день можно съедать лишь по одной дольке шоколада. Это кажется невероятным и даже непочтительным по отношению к шоколаду. Но, с другой стороны, возможно, если все предыдущие попытки похудеть не давали результата, дело было именно в этом. Внесите следующее изменение в свой рацион. Добавьте и убавьте одну порцию жиров размера с большой палец или одну порцию углеводов в несколько приемов пищи для мужчин и половину такой же порции жиров и углеводов для женщин. Понравилось видео – ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok